Опытные приморские грибцы уже успели открыть сезоны на всероссийских стартах в Краснодаре и на краевых гонках в поселке Лозовый. А вот посоревноваться спортсменам именно на Владивостокской воде впервые удалось только совсем недавно. Открывать городской сезон первыми решились юные владельцы Байдара Коконоя. Возрастные группы у нас 4. 2003 год и моложе. 2002-2001 отборочные на Спартакеаду. Это 2099 на первенство России группа и 98 молодежная группа и старше. Эти городские соревнования проводятся уже более 40 лет и по большей части посвящены они празднику Победы. В этот раз гонки на озере Юность проходили всего в двух дистанциях – 200 и 2000 метров. Первая для новичков вполне выполнимая, а вот выходить на дистанцию длиною в 2 километра при маленьком опыте мало кто решается. В длинной, там надо разворачиваться, там же один, получается, одна прямая – это 200 метров, и так где-то несколько кругов. Я считаю, что там нужна побольше выносливость, но вообще я говорить не могу, потому что я еще на такой дистанции не ходил. Всего опробовали воду около 80 грибцов со всего Владивостока. В упорной схватке сошлись и спортсмены детских спортивных школ, и грибных клубов, и образовательных учреждений города. Мальчиков оказалось намного больше. По мнению представительниц слабого пола, этот вид спорта не особо популярен среди девушек. Соперниц мало очень, особенно с своего года. Мне кажется, что это больше мужской вид спорта, но для девочек еще сложный вид спорта. Я ездила в Воронеж, там очень много девочек было, а здесь почему-то мало самовыслов. Первые старты, по словам тренеров, стали настоящей проверкой на прочность. Теперь в кратчайшие сроки грибцы проведут работу над ошибками. Ведь уже совсем скоро им придется защищать честь Владивостока на первенстве края, которое пройдет в поселке Лозовый. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.